Приветствую вас на своем канале, меня зовут дядя Митя. Позвольте мне сегодня побыть вашим гидом по этому частично отреставрированному парку Дельфин. Интересный факт в том, что все работы ведутся за счет частных инвестиций. И он был сдан на 50 лет в аренду этому инвестору. Да, этот парк удивляет. Ведь всего два года назад я бы не поверил, что здесь будет такая красота. И вы сами можете посмотреть мое видео о начале реставрации. Мне даже писали в комментариях, что тут никаких работ не ведется. А сейчас мы можем увидеть этот красавец-маяк, который привлекает внимание. Теперь на него можно подняться и, не опасаясь за свое здоровье, посмотреть на парк с высоты. Впечатления будут незабываемые. Ранее самым популярным местом здесь был полуразрушенный маяк. И компании приходили сюда попить пиво и посмотреть дать заказы. Но сейчас его отреставрировали. Посмотрите, какой он красавец. И просто так сюда пиво не пронесешь. В Дельфине появились новые пешеходные велодорожки. Они придали парку ощущение, что он стал больше. Прогуливаясь по нему, можно увидеть разные зоны. Парк знакомств для этого оборудованы небольшие беседки и поставили лавочки в стиле ретро и стилизованные фонари. Вторая зона – детский отдых. Здесь разместили детские игровые площадки для детей разных возрастов. Куда входит парк аттракционов? Это паровозик, лодки-лебеди, цепочка-карусель, лесная сказка, чудо-дерево, пиратский корабль и другие. Дети младше трех лет смогут покататься, например, на паровозике. Но только вместе с родителями. Скоро в парке планируется открыть новые аттракционы. В том числе и для более взрослых детей. В ближайшее время приступят к монтажу детского колеса обозрения «Солнышко». Релакс-парк находится в стадии строительства. Но уже сейчас можно наблюдать создание сада камней с водопадом и качелями, где будет интересно находиться и слушать шурчание воды. А рядом будет расположена зона развлекательная, где можно будет пострелять из лука и многое другое. Город Воронеж популярен группой «Сектор ГАЗа», котенком с улицы Лизякова, Петром I, а также водохранилищем, которое было построено в 70-х годах 20-го века. Ранее не было набережной, к которой можно было подойти близко к воде и посидеть, полюбоваться на волны, на закат. Но сейчас здесь воплощено в жизнь. Посмотрите, как все люди радуются. Просто смесили ноги с этого борта. Вообще супер, конечно. Мне парк очень нравится. И то, что здесь идет реконструкция, это вполне достойно. А самая интересная зона, прибрежная, по моему мнению, конечно. Куда входит набережная, сделанная из специальной террасной доски, которая прослужит и будет радовать гостей парка. И не разрушится в ближайшее время. Построенный пирс привлекает множество людей. Ведь непосредственная близость к воде и отсутствие ограждений дает ощущение полной свободы и легкости. Можно посидеть на нем и просто свесить ноги. Смотреть на волны, на правый берег и северный мост. Очень интересно. К сожалению, имея самое большое водохранилище в городской черте, которое знает множество людей нашей необъятной страны, проезжая через наш город на поезде или автомобиле, у нас мало мест, где можно отдохнуть в близости к воде. А практически нигде. И парк Дельфин, я считаю, в выигрышной ситуации. Я всем советую посетить это место. Что самое интересное, здесь много людей купается. Но я бы вам не советовал, так как все равно это город, где, возможно, стоки нечистот. А значит и вода здесь не очень чистая. Отдыхающие загорают, особенно девушки. В полураздетом виде. Страм какой. И не стесняются никого. Также здесь есть установлены спортивные тренажеры. По-научному называют оборудованием для занятия фаркаутом. Хотя вот для меня просто столбы до палки. Летний амфитеатр, где проходят разные спектакли, а также самое большое мыльное представление. Куда я, к сожалению, не попал. Но были очень интересные фотографии в павликах. Это тому подтверждение. Множество установленных киосков, где можно купить себе покушать, кофе или прохладительные напитки. Дельфины развиваются. И работы по реконструкции ведутся. В будущем будут появляться все более новые зоны для отдыха. Я рад, что создаются более новые и современные места отдыха для людей. Реконструируются старые парки. И гостям города здесь будет интересно погулять. Вы, когда гостей приглашаете к себе домой. Вы показываете самое лучшее. Так и я здесь хочу вам показать самое лучшее. В парке новый, современный. И всем удачи! И пока! Не забываем на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя. Пока! Пока!